Всем привет! Это шестой урок. Мы сегодня еще раз поговорим про пользу циклов и функций на примере решения двух задач. Причем эти мы задачи решим сначала более простым способом, потом посложнее, но покрасивее. Первая задача – нарисовать зигзаг. Что такое зигзаг? Это такое изображение, которое похоже на пружинку. Вот видите, это начальная точка, из которой начинает свой путь наша черепашка. Она смотрит мордочкой вправо. Если присмотреться, то вы увидите, что эта пружинка состоит из повторяющихся сегментов. Так, ну давайте попробуем, напишем зигзаг. Так, черепашка, как вы помните, первая черепашка у нас уже создана, и она смотрит вправо. Так, ну пусть зигзаг у нас будет шириной 100 шагов. Так, потом рисуем. Минус 170. Так, давайте посмотрим. Да, вот черепашка нарисовала первую часть. Можно даже живое программирование включить. Так. Только повернем мы здесь черепашку не на минус 170, а на плюс 170. Заметили, что черепашка стала опять смотреть вправо, по горизонтали. Это очень хорошо. Теперь, значит, этот сегмент, точнее, эти четыре строчки кода можно повторять. Видите, у нас совершенно ровный, ровный зигзаг растет. Так, ну все отлично. Что нам нужно было? Напишите зигзаг в цикле. В цикле. Это означает, что мы не будем вручную повторять вот эти четыре строчки кода. Давайте оставим первую часть этого кода и пишем цикл for. For, пусть будет for и от одного. Сколько раз будем повторять? Ну давайте 10 раз повторим. Не забываем ключевое слово do. Между словом do и словом end у нас находится тело цикла. Как раз вот эти четыре команды. И они будут 10 раз повторяться. Давайте посмотрим, как это все выглядит. Все отлично. Ну, зигзаг у нас чуть-чуть смещается вправо. Из-за того, что мы длину вот второго отрезка мы оставили точно такой же длины, как и первый отрезок. Конечно же, он должен быть чуть-чуть подлиннее. Ну, это для решения нашей задачи не важно. В конце концов, мы программируем. А не математикой занимаемся. Так. Напишите функцию зигзаг, у которой два параметра. Сколько вот таких вот сегментиков? Вот в данном случае у нас на экране три. Значит, первый, второй, третий. И ширина. Ширина это ширина вот этого отрезка. И вот этого, и вот этого, и вот этого. Пример вызова функции зигзаг. То, что мы видим сейчас на экране. Три раза повтори. Вот. Раз, два, три. И каждый отрезок по 100. Ну, хорошо. Давайте перепишем. Так. Для этого нужно просто наш код обернуть функцию. Сделаем из него. Давайте. Зиг. Что там нужно было? Количество по... Повтори. Сколько раз. И ширина. Так. Не забываем ставить end. Я нажимаю, если вы пользуетесь этим редактором. ZeroBrand Studio. То есть вы нажмете Ctrl-I. Аглійськое. I вот такое. То у вас, видите, автоматически форматирование текста произойдет. Очень удобно. Так. Давайте. Если мы сейчас запустим нашу функцию. Вообще, если мы сейчас все запустим. На экране ничего нет. Ну, понятно. Почему нет? Потому что мы функцию определили. Но мы ее не вызвали. Давайте вызовем ее. А вызывать ее нужно по ее имени. Вызвали. Отлично. Ну, почему-то я вижу, что 10 вот этих сегментиков нарисовалось. Ну, я и не указал здесь нисколько. Ну, давайте 100, например, сегментиков. А ширина 400. Ничего не изменилось. Почему? Почему ничего не изменилось? Потому что вот эти вот числа 100 и 400, они не попадают внутрь функции. Точнее, они не попадают. Внутри функции появляются как бы, ну, вот эти два параметра. Повтори и ширина. У них значения появляются. У первого значение равное 100. И у второго равное 400. Но я их нигде в тело нашей функции не вставил. Итак, повтори. Повторение мы должны внести эту переменную. Точнее, этот параметр. Вот сюда. Вместо десятки. Повтор. Давайте посмотрим. По крайней мере, повторы получатся у нас. Да, видно, что повторы не остановились. На краю нашего поля. И начали рисоваться куда-то дальше. Давайте, чтобы убедиться. Повтор. Единичку ставим. Давайте живое программирование. Включаю. И будем смотреть. 11. 1. 2. 3. 4. 5. Все отлично работает. Но ширина не работает. Почему не работает ширина? Останавливаем. Потому что везде в движении, в командах движения, я указываю число 100. А мы должны перенести имя параметра, в котором хранится значение с переданным, которое передается внутрь функции. Так, ну давайте запустим. Так, ну явно 400 это слишком много. Давайте сначала опять живое программирование включаю, чтобы быстро видеть. Давайте 40 ширину делаем. 4 делаем ширину. А сюда сделаем, например, 50. Так, а если 50 и 40? Так, по-моему все работает. Все работает. Ничего страшного, что у нас такая наклоненная, наклоненный такой зигзаг получился. Давайте, что нам нужно сделать дальше? Нарисуйте квадрат зигзагами. Ну, я так понимаю, что вместо линий, квадрат вы рисовать умеете, мы его уже много раз рисовали. Давайте вместо этой линии нарисуем зигзаг. Вместо этой линии еще нарисуем зигзаг. И так далее. Так, ну давайте сначала на экране, по крайней мере, получим зигзаг, который будет смотреться симпатично. Так, пусть будет 20. Ага, 60. Неплохо. Давайте уменьшим, что-то за края экрана. Итак, у нас зигзаг из 30 повторов. И он такой небольшой, небольшой ширины 20 шажков черепашки. Так, будем считать, что одна сторона квадрата готова. Как мы рисовали квадрат? Пишем turn 90. И давайте я даже повторю. Без цикла. Запускаем. Ну что, задача решена. Отлично. Как сделать в цикле? Просто вместо повторяющихся сегментов, а точнее кусочков нашей программы, мы выделяем один, который мы будем повторять. Так, ну давайте допустим 4 раза. Ну, естественно, мы же рисуем квадрат. Отлично. А если мы хотим нарисовать треугольник? Три раза повторить. И помните, насколько нужно поворачиваться? По-моему, на 120. Или на 160? Нет, 120. Все отлично. Так, ну хорошо. Переходим к следующей задаче. К последней, точнее. Вот интересно. Напишите замену команды move. Что за команда move? А move это движение нашей черепашки. Все, что мы рисуем, это результат выполнения команды move. Вот здесь у нас стоит черепашка. Мы ей говорим команду move100. И она начинает шагать 100 шажков по направлению, в котором она была изначально направлена. А нас просят написать хитрый, зигзагообразный move, чтобы черепашка все-таки прошла в результате в длину 100 шажков, но при этом она немножко бы отклонилась от курса. Давайте попробуем. Так. Как мы это назовем? setMove setMove и мы все стираем. Нам не нужно. Так. setMove ширина. setMove ширина. Так. Зря я, конечно, удалил квадрат. Мы на квадрате будем проверять, как у нас работает наша функция. Ну, это недолго сделать. Так. А здесь мы делаем, вместо move, мы вызываем setMove. setMove. Ну и пусть у нас опять 100 шажков. Запускаем. На экране ничего нет. Все правильно. потому что я забыл, я забыл, я забыл внутрь нашего setMove настоящую команду, которая будет настоящей черепашкой нашей двигать. Не забудьте вот здесь параметр подставить, чтобы это число 100 передавалось внутрь нашей функции, как бы присваивалось в параметре. Значение параметра ширина будет равна 100. Равно 100. Так. Ну, сейчас должен нарисоваться... Ага, я забыл повернуть. Так. Нарисовался наш квадрат. Никакого отличия. Смотрите. Если я напишу просто move, нарисуется такой же квадрат. Если напишу zMove, то у нас вместо движения черепашки, вместо move, будет вызываться наша функция zMove. А внутри нее все равно будет вызываться наша move. Так. А что если я сделаю... Включаем живое программирование и смотрим. Пишем здесь. Что если я сделаю, что наша черепашка будет проходить не ширину, а ширину деленную на 2. Видите, в результате мы просим черепашку пройти 100 шагов. Она запускает функцию zMove. zMove запускается команда нашей черепашки, функция move. Но мы ей уже передаем нереальное число шагов, а ширина делить на 2. Давайте разделим на 3. Будет еще меньше. Еще меньше. Так. А давайте теперь умножим. Умножим на 2. Квадрат увеличился. На 3 еще больше. Идти за экран выше. Так. Ладно, давайте посмотрим на наши условия. Так. Видно, что черепашка стартует здесь. Заканчивается... 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 Ну, будем считать в одной точке. Но вместо одного отрезка у нас получается 5. 1, 2, 3, 4, 5. Давайте пока сделаем рисование только трех отрезков. 1, 2, 3. И посмотрим, как-нибудь повлияет это на нашу черепашку. Так. Запустили. Нарисовался совершенно такой же самый квадрат. Либо сMove, либо zMove. Все то же самое. А почему? Мы же три раза шагаем. Но мы сначала ширину разделили на три. Видите? Мы можем, конечно, вот так сделать. Возможно, вам будет понятнее. LocalShark Шаг присвоить шлигна разделить на три. И тогда мы здесь подставим вместо вот этих выражений посчитанный один раз шаг. На самом деле, так программа будет чуточку быстрее работать. Так. Остановили. Запустили. Где-то я ошибся. А. Я написал ширина. У нас ширина. Ага. Все отлично. Так. Чего не хватает нам еще? Нам не хватает вот этих двух маленьких отрезков. И видите, этот отрезок, он равен, ну приблизительно, равен половине шага. Вот этот равен шагу, шагу, шагу. А шаг чему у нас равен? Шаг равен ширина разделить на три. Так. Хорошо. Вставляем недостающие команды. Шаг деленный на два. И еще раз. Теперь нам осталось только повороты. Запустим, посмотрим. В результате квадрат немножко увеличился. Ну понятно. Он увеличился на шаг деленный на два и еще на шаг деленный на два. Если мы сейчас замедлим, давайте я сюда быстро вставлю. Wait. Кстати, чтобы не писать вот так везде постоянно, я напишу свою функцию wait. Давайте. Function v. Ну чтобы много не писать. А внутри function v у нас будет вот такая вот команда. Ждать одну третью секунды. Чтобы нам было не скучно. Ну и давайте вот здесь поставим wait. Для чего я это делаю? Чтобы мы могли следить за тем, как наша черепашка рисует наш квадрат. После каждого маленького отрезка черепашка будет останавливаться. Вы здесь явно видите, что из пяти отрезков у нас состоит. Ну хорошо. Пять отрезков. Отлично. Чего у нас не хватает? Первый отрезок нарисовали. Нужно повернуть налево. Налево на 90 градусов. Потом нужно повернуть направо. Направо на 90 градусов. Потом еще раз направо. Еще раз налево. Итак, значит, налево, направо, направо, налево. Хорошо. Налево это минус 90. Так, где у нас еще налево? Еще вот здесь. Так. А здесь будем вставлять направо. Направо это просто 90. Если вы запутались, то просто берете бумагу клетчатую или вот смотрите на экран, нажали стоп кадр и команды проверяете. Итак, move, turn минус 90, move, turn 90, move, turn минус 90, Ну, надеюсь, все получится в этот раз. Отлично. В этот раз я вижу разницу. Давайте просто move-ом, нарисуем наш квадратик. Нарисовали. А если мы z-move-ом попробуем? Давайте паузу ускорим. Слишком у нас уменьшим паузу. Вот уменьшил паузу. Кстати, отлично, что видите, я в одно место не здесь бегаю, меняю wait, 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 а я написал свою функцию v, в которой уже вызываю wait. в одном месте изменил значение и у нас уже сразу на все повлияло. Вот поставил одну секунду, смотрите, как медленно стало работать. Итак, давайте я ставлю 0,1. Это 1 десятая секунда. Так, а что теперь, если мы увеличим размер нашего нашего квадрата? Уменьшили, например, вот 10. Ну ладно, 10 мы почти не видим, хотя я вижу, что там все нормально. давайте сделаем 20, 30, 60, 200, все отлично. Наша черепашка в результате. Так, а давайте попробуем тогда нарисовать, вот у нас квадрат был, а мы нарисуем таким способом треугольник, как мы до этого рисовали. Помните, сколько у равностороннего треугольника? Так, а здесь сделаем опять 100. Получился треугольник. Отлично. Так, ну давайте переходим. Точнее 100 переходим. А что будет, если я заменю ладно, до рекурса мы еще не зашли. Давайте к следующему заданию, ну я могу сказать, удаляю я эти задержки. Еще раз сейчас запущу, протестирую, что все работает, сохраняю, переходим к следующей задаче, к последней в этом уроке. Задача простая, но она нам нужна для рисования дерева. На следующем уроке мы будем рисовать дерево. Так, ну давайте вернем. Срисует квадрат. Все отлично. Так, если мы мы можем придумать еще много вариантов передвижения черепашки, какой мы можем давайте, например, еще раз в этой задаче вот у нас есть Z-Move, я, например, сделаю вот такой вот Z-Move. Z-Move 2 тоже ширина, шаг-ширина, давайте шаг будет у нас, я вычисление так сделал, у нас будет из двух из двух отрезков. Вместо одной линии мы будем рисовать из двух отрезков, поэтому ширина делить на 2, то есть ширина делить на 2, два отрезка. И между ними у нас должны какие-то углы поворота быть. Так, но, тем не менее, вот смотрите, как я хочу сделать. Вот черепашка должна прийти вот сюда. Z-Move 2 у нас должен будет делать вот такую вещь. Он разбивает на 2 отрезка, идет немножко вниз, а потом идет немножко вверх. Но все равно приходит примерно в ту же самую точку. Так, ну давайте посмотрим. Так, на сколько нужно повернуть. Так, поворачиваем немножко черепашку направо. Давайте повернем ее, например, на 5 градусов, потом нарисует свой, потом на 10 градусов, и потом опять на 5 градусов. Так, пока мы будем здесь Z-Move 2 запускать. все получилось. Видите, вместо, ну если я напишу, давайте опять живое программирование включаем, ставим просто Move. Z-Move получается вот такой квадрат, просто Move нормальный квадрат, а Z-Move 2 если ставим, то получается вот такой. Что можно сделать интересного? Таких необычных замен для команды движения черепашки может быть очень много. Она может и зигзагом двигаться, мы уже, кстати, что-то сегодня делали подобное. Может двигаться по синусоиде, вот такой плавный. Может какими-то скачками, пунктиром, например, двигаться. И если мы уже нарисовали какую-то интересную картинку, например, дом, мы в рисовании нашего дома заменим все команды Move на нашу команду Z-Move, которую мы придумали, хитренькую, то наш дом очень интересно преобразится. Быстрый пример такой. Вот сейчас мы используем Z-Move, а давайте внутри Z-Move второго, вместо Move мы попробуем использовать первый Z-Move. Итак, мы запускаем Z-Move 2, а он вместо просто Move вызывает еще и эту функцию. что же у нас получится. Получается вот такой вот интересный. Так, а почему два горбика? Понятно, потому что у нас внутри Z-Move 2 два отрезка мы дважды вызываем. А можно сделать наоборот. Давайте опять делаем Move, а зато здесь мы вместо Move вызовем Z-Move 2. Z-Move 2. Итак, что мы здесь вызываем? Здесь мы будем вызывать Z-Move. Рисуем квадрат Z-Move, а внутри Z-Move, который рисует у нас линии, мы вызываем Z-Move 2. Все должно получиться. Ну, вы видите искажение, да? Очень приятно, что черепашка всегда возвращается в ту же точку, с которой она начала движение. Так, ну что, у нас осталась последняя задача. Эта задача скорее, она не сложная. Нарисовать вот такую веточку. Начало веточки, и потом веточка разветвляется налево и направо. Так, ну и давайте даже сделаем вот так. Первый стебелек у нашей ветки длины, например, длина 100, а у этой веточки длина уже 100 разделить на 2, и у этой длина 100 разделить на 2. И самое главное, что после того, как мы все это нарисуем, черепашка должна вернуться на свою точку, на стартовую точку, и смотреть мордочкой в ту сторону, в которую она начинала движение. Так, сохраняем. Заткнув. Так, назовем файл ветка. ветка. Так, не забудем вейт в конце. Это я просто готовлюсь, мы еще ничего не решаем. Смотрю, запускается, да, чистый экран. Сейчас будем рисовать. Черепашка у на середине смотрит мордочкой вправо. Так, давайте просто сначала нарисуем. так, move 100 договорились, да? Давайте будем в живом, в живую рисовать и смотреть, как у нас черепашка рисует move 100. Так, первую ветку будем рисовать немножко наверх. Повернем на 45 градусов. Минус 45. Вот, видно, что черепашка у нас повернула мордочку, вот она туда смотрит. И давайте будем двигать 100 деленное на 2. Не хочу 50 писать. Видите, за нас компьютер уже и так посчитал. Отлично. Очень похоже на то, что нам нужно задание сделать. Да? Так, давайте рисовать теперь вторую ветку. мы повернулись налево на 45. Если мы повернемся направо на 45, то мы будем смотреть мордочкой вправо. А нам нужно еще на 45 повернуться сюда, чтобы рисовать эту ветку. Так, ну, во-первых, мы сюда двинулись, давайте вернемся назад. Как вернуться назад, помните? Команда jump есть. Jump. Ой, только черепашка куда-то не туда вернулась. jump. а здесь мы пишем уже минус нужно поставить. Минус 100 делить на 2. Отлично. Черепашка вернулась вот этой развилочке. Теперь мы ее попросим повернуться вправо на 90 градусов. Повернулась она. И теперь опять я скопирую рисование нашей этой веточки. Так, она нарисовала веточку туда-сюда, прыгнула назад. Теперь нам нужно опять развернуться налево на 45. Для чего? Чтобы мы теперь могли сделать jump назад на 100. Так, ну она прыгнула не до конца, потому что 100 делить на 2. Минус 100. Все отлично. вот мы решили эту задачку. Ну, точнее, поставленную задачу следующую. Нужно сделать функцию. Вот очень похоже на то, что я сейчас сделаю. Давайте сделаем из этого рисования ветви мы сделаем функцию. Назовем ее так ветвь, ну, чтобы много не писать. И давайте сразу длину ветки, например, N. Ладно, давайте по-русски сделаем. Вам будет приятнее читать и понятнее. Договорились. Длина это длина вот этой веточки. Длина. Вот этот размер длина разделить на 2. Итак, не просто все 100, где у нас 100, остановлю живое программирование, чтобы нам не мешало заменять. Углы я нигде не меняю. Углы у нас всегда остаются без заменения. Так, ну, все должно. Wait я выношу из функции. Wait у нас где-то в конце должен стоять. Нажимаем Ctrl-I, чтобы красивые отступы получились. Без отступов, если вы пишете программу, то ее тяжело проверять. У вас все там сдвинулось, непонятно, забыли вы поставить Enter или нет. А вот так если Function, то в конце должно быть Enter. Если где-то CycleFor, то тоже снизу должен где-то так. Давайте вызовем эту ветку. Я ж только функцию определил. Давайте, как мы говорили, 100. Отлично, все сработало. А давайте если я вызову еще одну ветку. Давайте уже у нее не 100, а например 60. Что получилось? Сначала у нас нарисовалась ветка 100, здесь 50, потом вернулась назад и второй запуск нашей веточки 60. Прыгнула на 60, нарисовала и веточку 30 вернулась назад и веточку 30 вернулась назад. На дерево похоже, но не очень. Так, опять же, для того, чтобы мы подготовились к следующему уроку, где мы будем рисовать дерево, я пока простой способ предлагаю. Вот, у вас веточка хорошо рисуется. Давайте возьмем и скопируем. Вот я выделил и сделаем ветка 2, второй уровень. Что за второй уровень? Так, я вот что хочу сделать. Уже создал копию функции ветви, у нас она называется вет, вот она вет, я сделал копию, пока ничего внутри не изменил. Все то же самое. Так, что нас просят? Нам нужно после того, как мы нарисуем, или давайте не после того, как мы нарисуем эту ветку, вет 2, мы вот рисование этих веточек заменим на вызов функции вет. Что произойдет? Или даже нет, давайте сделаем как на картинке. Вот видите, где кружочек нарисован, вы можете догадаться? Во-первых, поворачиваем дерево наверх. Черепашку нашу поворачиваем наверх, минус 90. Давайте, я хочу, чтобы у нас было похоже на ту картинку. Так, вот у нас как получилось дерево, смотрим. Итак, здесь все отлично, нарисовали ствол, первую веточку, и здесь мы должны попросить нарисовать еще раз, вызвать функцию вет, чтобы она нарисовала отсюда нам веточку и вернулась назад. Потом она должна вернуться назад, начать рисовать другую веточку, опять вызвать вет. Давайте это попробуем сделать. Так, вызываем вет 2. Что-нибудь изменится? ничего не изменилось, потому что у нас внутри вет 2 и внутри вет одинаковые совершенно строчки кода. Но теперь мы будем менять код. Кто-нибудь может по коду понять, где у нас находится, в какой строчке черепашка находится на кончике вот этой веточки. Так, смотрим. Move длина, она вот сюда скакнула. Повернули на 40 градусов, Move длина на 2. Отлично. Вот здесь этот кружок и находится. Вот этот кружок. Где я хочу вызвать рисование нашей веточки? Так, давайте вызовем рисование только не вет 2, а вет 1. Чтобы не саму себя вызывать, мы должны вызвать из вет 2 мы вызываем вет 1. Давайте запустим и посмотрим, что-нибудь изменилось. Отлично. Так, ребят, давайте я нашу черепашку немножко спущу вниз. Так, Jump минус 200. Чтоб снизу начинало рисоваться. Вот, уже похоже на дерево, да, видите, у нас уже какая-то веточка. Так, давайте теперь посмотрим, где у нас конец вот этой веточки, где у нас вот этот вот кругляшок где кончается. Смотрим. ветку мы нарисовали, прыгнули назад, повернулись на 90, нарисовали вторую веточку вот сюда. Вот сюда мы должны рисование ветки вставить. И давайте посмотрим. Так, уже что-то похоже на наше дерево. Давайте сделаем, ну, как-то некрасиво, что ствол, если это ствол дерева, то ветки как-то длиннее. давайте избавимся от рисования наших вот это рисование маленькой веточки убрали, возвращение от рисования маленькой веточки убрали, то же самое делаем для второй ветки. Так что вместо этих маленьких веточек уже сразу будет рисоваться наше дерево. Ой, не наше дерево, будем вызывать вет, рисование вет. Все отлично, но я смотрю размер, кстати, уже конец нашего урока. Давайте сделаем как-то еще красивее. можно конечно скопировать еще одну функцию, сделать вет 3, чтобы здесь появились веточки, но лучше дождитесь следующего урока, а пока я только покажу как можно сделать, давайте сделаем, чтобы наши веточки были не такой же длинной как ствол. Видите, мы рисуем вет 2, 100, 100 передает сюда, и мы рисуем ветки с этой же длиной, а давайте мы попробуем длина разделить на 2. Что произойдет? левая ветка у нас будет в два раза короче. Классно. А давайте правую увеличим. Как увеличить правую ветку? Вот рисование левой ветки, вот рисование правой ветки. Давайте умножим, пусть на 2 тогда у нас увеличится. Все получилось. вы поняли. Из-за того, что мы создали функцию рисования ветки, и вот здесь создание рисования ветки, нам не приходится бегать по огромному коду, где у нас 100 строчек, и в каждой строчке менять эти числа. Мы можем только в одном месте изменить, и у нас уже результат. Одну строчку меняем, какое-то значение вот здесь при вызове функции. Так, давайте попробуем сделаем все-таки делить на 3, пусть будет в 3 раза меньше. Конечно, не очень красивая, но если бы мы здесь добавили еще веточек, то было бы вообще хорошо. Ну, все, на этом урок я заканчиваю. По крайней мере, вы смогли посмотреть практику, как рисовать такие вещи. На следующем занятии мы попробуем нарисуем уже вот такое вот дерево. Всем пока!